всем привет с вами александр усольцев и это московские новости недели главная новость нашего проекта заключается в том что мы наконец-то выпустили берегись автомобиля замечательный ролик берегись автомобиля по которому мы заморачивались невероятно что в организации съемок что в монтаже что во всем вообще начали его снимать в мае выпустили только сейчас и надеюсь вам он понравится так что зайдите туда поставьте лайк это реально очень 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 важно да и в принципе этому ролику можете поставить лайк сразу же авансом кроме того мы настолько заморочились поберегись автомобиля что взяли комментарии для этого ролика у марии смоктуновской дочери инакентия смоктуновского и у анатолия мукасея это ни много ни мало оператор этого фильма который конечно же точно знает и помнит все места где они все снимали и главное почему там снимали в хронометраж ролика вошли там не совсем длинные таких комментарии там какие-то очень так сжато если кому интересно то мы полной версии их интервью где они там вспоминают и про детали съемок и про актеров все это разместили на бусти там можно либо раскрыть этот конкретно этот видеофайл либо подписаться на там от 49 рублей и поддерживать наш проект на постоянной основе ну и да что у вас еще ждет на этом канале у нас в августе я думаю до конца августа надеюсь выйдет мастер маргарита мы уже там все сняли все черновой вариант монтажа уже есть но нам надо там надо допилить очень много различных деталей архивных материалов так что ждите будет по мастеру маргарите прям всеобъемлющий материал ну и кроме того в августе у нас выйдет по грайверного это неожиданный район но там есть некоторые детали довольно интересные и еще мы снимаем в августе про зеленоград сейчас уже у меня там целое огромное просто сокопилось куча фактов что надо снять как чего хоть казалось бы там уже десять раз десять тысяч раз я бы сказал даже водил экскурсии читал лекции и но тем не менее это очень интересный момент который исторически важен для всей москвы для понимания контекста особенно 60-х годов то есть он будет не только вот смотрите тут интересный дом а вот тут вот интересная крыша или там что нибудь еще такое в августе мы еще съездим в елец у нас очень плотный график и тоже елец снимем и в прошлом году хотели не доехали в этом году доедем так что любые принимаются советы по ельцу с кем там погулять что может быть снять может быть у вас куда-то есть проход и на следующей неделе мы всю неделю будем в нижнем новгороде следующие новости выйдут из нижнего новгорода московские но в сентябре у нас также выйдет большой такой как формате экспедиции проект про вот этот замечательный город ну и на этом плавно переходим к новостям ну наверное главная новость недели которую все заметили не могли не заметить то что после сильнейшей жары у нас на этой неделе два сильнейших опять же дождя было которые затопили там все до такой степени причем они были с одной стороны вроде короткие но очень сильные поэтому у нас яуза вышла из берегов поэтому у нас проспект мира весь затопило машины тонули в различных даже я бы сказал не лужах а небольших бродах что называется не зная броду несусь в воду а то потом придется вылезать через крышу и единственно кто рад был этому дождю это слоны которые в московском зоопарке были довольны собственно как слоны ну от погоды к новостям нашим насущным вот так будет выглядеть транспортно-пересадочный узел в составе многофункционального комплекса на парке победы вот что больше пугает там 300 метровая башня жилая что и самое интересное на кутуде на кутузовском проспекте жилая башня 300 метров и рядом с ней 112 метровое здание которое офисное вид классический с триумфальной аркой с поклонной горой он изменится навсегда начинали про слонов продолжим новостями московского зоопарка наша любимая рубрика на этой неделе в московском зоопарке открылся новый я бы сказал даже обновленный павильон ластоногие и там в общем будут жить разные морские животные все такое архи интересное архитектурное решение привезли аж собянина открывать вот тут есть можно сказать конспирологическая теория то есть ну все мы знаем что америка и правят рептилоиды чуть собянин приехал к ластоногим в общем я подозреваю ну а в пристинском районе москвы завершается строительство школы номер 20 55 на 300 учеников с 8 по 11 класс и вот это интересный эпохальный момент новый корпус построен рядом со старым зданием но по своему оснащению устройство на порядок опережает его в корпусе смогут разместить 12 классов по 25 учеников в каждом здесь все продумано для того чтобы процесс обучения был не только комфортным но и увлекательным айти полигон инженерно-научная лаборатория помещение для проектной деятельности кабинеты астрономии технического черчения и моделирования анатомии даже шахматный клуб кроме традиционного спортивного зала в новой школе оборудован зал для занятий аэробикой а также спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки где можно проводить игры в баскетбол теннис волейбол и бадминтон чтобы построить новый корпус строителям пришлось работать в сложных условиях плотной застройки потребовался перенос существующих инженерных коммуникаций канализации электричество и прочего так что проектировщики хорошо поработали и уже в сентябре эти современные классы будут готовы принять первых учеников ну по сути это получается такая реновация школ вот так у нас скоро будут выглядеть все школы в том числе в центре ну или в районах близких к центру ну а в целом на этой неделе как-то с новостями на самом деле плохо потому что все в отпусках толком ничего не происходит и журналисты радостно достают консервы консервы то есть старые новости которые как бы были уже чуть ли не год назад а некоторые год назад и выдают их как вот смотрите сенсация потому что надо что-то выдавать в новости потому что план по новостям никто не отменял но в новостных сми в частности заявили что мол собянин сказал что теперь у нас реставрируют старый гараж конструкции архитектора мельникова и там разместиться музей московского транспорта новость которой ну я не побоюсь этого слова наверное уже два а то и три года потому что даже предварительное открытие музея транспорта было в январе или в начале февраля 2020 года ну в общем сразу перед пандемией и что-то там все замолчали что там будет какие сроки как чего но вот опять почему-то заявили что да все будет вот мы все реставрируем как будто бы что-то это новое еще более удивительная консерва вскрылась на этой неделе это то что дизайнер константин коновалов сделал схему москву московского метрополитена перспективную до 2030 года опираясь на открытые данные что вот теперь вот так у нас будет выглядеть не только метро там на самом деле еще и мцд линии то есть железнодорожные пути но транспортная схема которые прямо интересно разглядывать потому что одно дело читать это где-то в интернете что проложит линию туда туда запустят сюда запустят такую станцию откроют такую а другое дело когда это на готовой живой схеме и поскольку эту схему ну она уже очень такая насыщенная ее пришлось немножечко другое дизайнерское решение применить сделали ее шестиугольный так вот это сделали еще год назад прошлым летом я про это рассказывал это эти схемы даже напечатали константин у себя в твиттере заявлял что там какие-то непонимания возникли в результате эти схемы они не не продают ну точнее не имеют права продавать поэтому они их раздавали вот мне одна досталась на самом деле даже так вот так вот год год этой схеме если вы про нее не слышали просто посмотрите очень интересно ссылка на сайт будет в описании там в pdf-ке эту схему можно скачать важное дополнение это неофициальная схема то есть из открытых данных просто были взяты данные и нанесены на одну схему просто вот чтобы можно было представлять как это все будет развиваться в ближайшие получается 8 лет еще ну и снова к новостям передвижения по москве проезд по московскому скоростному диаметру будет бесплатным только для москвичей не местные номера будут платить ну видимо с камер как вот нацкат это устроено что на почту будет приходить я напомню что это магистраль которую строят через всю москву и которая вот пожалуйста может быть через всю москву проехать понять что от грузовики будут допускать только по каким-то специальным разрешением но легковые машины пожалуйста и тут же в копилочку тысячи парковочных мест появилось на улицах запада москвы с января благодаря одностороннему движению вот это правильно правильно есть предложение сделать вообще все вылетные магистрали в москве односторонними потому что ну чего ехать в москву понаехали у нас тут но я серьезно но просто делают параллельные многие улицы не в две стороны чтобы движение было одна в одну другая в другую и это прям повсеместная тенденция во многих 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 районах даже я думаю у вас в районе какую-то улицу сделали односторонней ну еще одно нововведение на улицах москвы светофоры больше не мигают желтым с полуночи до шести утра в россии вообще на федеральном уровне есть стандарт что светофоры ночью выключают чтобы люди сами там как-то разъезжались может движение слабое чтобы не стояли с полуночи до шести утра в москве то же самое такое было но теперь в москве поскольку движение очень интенсивное даже ночью светофоры выключать не будут у них будут короткие фазы то есть будете подъезжать там коротко постояли еще и плюс это успокаивает трафик чтобы ночью не гонял народ но вообще это такая полумера скорее всего все придет к тому что сделают как например в том же самом зеленограде упомянутом уже потому что там все светофоры сделаны с камерами соответственно камера она передает информацию на светофор и светофор либо включает красный свет чтобы успокоить трафик либо наоборот включать зеленый когда машин нет чтобы машина медленно спокойно проехала ну а говоря о гонщиках не только на машинах в москве гоняют по шоссе и даже мелким улицам заметили какого-то гонщика экстремала на кутузовском шоссе который под 100 километров летел на моноколесе удивительно смелые люди живут я уже даже не знает в москве или в подмосковье ну и там же рядом с кутузовским проспектом на продолжающем его можайском шоссе обновилась вывеска ресторана вкусные . ну говорят что первая вывеска появилась потому что больше мол нигде ее пока нет ну вот как раз новость буквально на этой неделе мы снимали Грайворонова 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 так вот объявили что большую промзону там же рядом с многоэтажными домами и детскими площадками будут реконструировать туда вложат какие-то невозможные миллиарды и скоро там будет ну еще один огромный район москвы и удивительная новость в москве и челябинске не знаю почему то именно в этих двух городах пятерочка будет раздавать хлеб нуждающимся с голода не помрешь хлеб будут раздавать бесплатно москвичам и это называют проект фудшеринга хотя на самом деле здесь сеть решает свою абсолют прозаическую проблему у нас когда подходит срок годности уже до концу то невозможно продавать эту еду ну и понятно что ее скорее всего не купят ее надо куда-то отвозить на утилизацию за это надо платить логистика а тут как бы скажи что мы раздаем хлеб бесплатно ну разберут же ну и напоследок куда пойти в выходные во-первых у нас ну в самой москве мероприятий как-то мало у нас но только если лето мороженое на вднх фестиваль в общем будете на вднх просто имейте ввиду что там какой-то фестиваль мороженого будет а так у нас архстояние в подмосковье и первый конный фестиваль иваново поле так что если интересуетесь темой вот имейте ввиду в эти выходные у нас стримы будут вот в субботу с 10.30 мы прогуляемся по автозаводской будем гулять от Зила до Зила от ДК Зил до Зиларта то есть посмотрим во-первых там ну кроме того что там авангард древности старые заброшенные кладбища точнее ликвидированные кладбища там еще и собственно автозаводцам фотографии которые мы посмотрим увидим проходную памятник Ленину в общем прогуляемся всецело по вот некогда промышленному району Москвы ну а в воскресенье также в 10.30 у нас стрим по Тверской по ее переулочкам, улочкам, дворикам давно не ходили экскурсии мы сейчас там не делаем и вот почему бы и нет погуляем по совершенно неизвестной Тверской где дома передвинутые во дворах где не только советская история а древность прячется во дворах прямо в 17 век так что обязательно заходите ну и конечно помимо стримов в поддержку нашего проекта мы проводим экскурсии приходите на наши экскурсии во-первых у нас 30 июля в 16 часов у нас Алексей Дедушкин будет рад вас поводить по району от Чистых прудов до Петровки там и пролетучих мышей, и швейную фабрику и гуляющих носорогов близ Петровки в общем все увидите а я вас буду рад поводить продолжить тему с советской архитектурой 60-х годов вот которую мы там начинали и в Хамовниках и в общем по академической давно просили меня ее сделать, повторить так вот по академическому району это Старые Черемушки соответственно 31 июля в 14 часов мы с вами встречаемся у метро Академическая вся информация, она есть по ссылке в описании там же можно приобрести заранее билеты чтобы на месте не суетиться поэтому мы вас очень просим приобретать билеты в электронном виде ну а я на этом с вами прощаюсь спасибо что смотрели ставьте лайк еще раз говорю это важно и для нас и для вас чтобы YouTube вам показывал потом что вам именно интересно и подбирал по вашим интересам ролики на главной странице так что ставьте лайки всегда на все ролики которые вам нравятся ну а соответственно подписывайтесь на этот канал если еще этого не сделали потому что многие смотрят нас без подписки всем спасибо с вами был Александр Русольцев спасибо за просмотр! Продолжение следует...